Всем привет, меня зовут Юлия Месс, и сегодня, мне не верится, что я это говорю, мы смотрим финал третьего сезона шоу ТОП Модель по-американски. Мы дожили до этого момента странный сезон, я уже половину девушек, которые были у нас в самом начале, не помню, и я прочитала такой комментарий, он максимально точно описывает мои мысли, что в этом сезоне вы запоминаете не всех участниц, не фотосессии, не какие-то конкурсы, вы запоминаете только скандалы. У нас этот сезон, я бы назвала кодовым словом скандал, потому что у нас, конечно, есть драма Queens, которые делают все шоу. Мне такой сезон не совсем по душе, мне больше хочется творчества фотосессии, но тем не менее, мы его посмотрели, было много интересных моментов, есть много вопросов по некоторым участницам, ждем спецвыпуск, я вам все расскажу. Важная информация перед тем, как мы начнем, есть в англоязычной версии спецвыпуск от Тайры, как был во втором сезоне, если помните, но пока на русском языке я его не нашла, если я найду, я сделаю выпуск, обзор этого спецвыпуска от Тайры, но если я не найду эту серию на русском языке, я просто вставлю отрывки в свой спецвыпуск с англоязычной версией, дам вам какую-то информацию, которая может быть нам интересной. Всю информацию по выпускам, спецвыпускам я всегда публикую в первую очередь в телеграм-канал, поэтому, если не подписаны, подписывайтесь. Также у нас там проходит голосование за лучшее и худшее фото в серии, в этот раз результаты вот такие я здесь размещу, но многие бойкотировали это голосование, потому что было много мнений, что ни одна фотография не понравилась, надо было, знаете, мне делать графу против всех. Тем не менее, есть свои лидеры, свои аутсайдеры, и наше мнение с вами по традиции частично не совпадает с мнением судей. Такое долгое вступление, но, извините, у нас с вами финальная серия, скоро мы будем с вами уходить в отпуск и долго скучать, поэтому проведем это время максимально кайфово, максимально вместе. Давайте начинать смотреть. Немного драмы, да, немного. Некоторые фотосессии как будто были уже в прошлой жизни, обратите внимание. И трудная задача судей. Но конкурс заканчивается сегодня, когда одна из девушек станет топ-моделью по-американски. Так, друзья, у меня срочное включение из параллельной вселенной, где я хожу без мейка и укладки. У нас произошло некоторое событие, которое, мне кажется, нас с вами посвящает. Просто в официальные фанаты шоу топ-модель по-американски мою историю в Инстаграм репостнула Тайра себе на страницу. Там была история с кошкой, я делилась ей в Телеграм, где кошка улыбается глазами, и написала, что она делает это, как учила Тайра. К чему я это все иду? Это значит, что Тайра наконец-то разрешила отмечать свой аккаунт в других историях, в постах, потому что эта функция у нее была отключена. Может быть, из-за того, что хейт был пару лет назад, она это отключила. Ее нельзя было отметить нигде через вот эту собачку, активную ссылку. Сейчас это стало возможным. Поэтому я вам предлагаю, если вы в Дру, захотите поделиться, как мы с вами смотрим финал. Обязательно отмечайте не только мой аккаунт, но еще аккаунт Тайры, Найджела и Дженнис. Возможно, кто-то из них увидит и как-то отреагирует на это, как-то взаимодействует с вами. Будет очень круто. Если это произойдет, обязательно кидайте скрин в Телеграм под любой пост. Я это увижу, поделюсь. В общем, я думаю, что создадим еще больше комьюти по этому шоу. Очень интересно, что у нас с вами разворачивается. Все, не буду отвлекать. Приятного просмотра. Выпуск получился очень интересным. Будет ли это Аманда, с первого дня очаровавшая судей своими небесно-голубыми глазами? Красивые глаза. Ее глаза необыкновенные. Очень красивые. Но никто не знал, что ее украшение – это ее трагедия. Я почти слепая. К 30 годам я ослепну полностью. Аманда не позволила своей болезни помешать ей и выдавала одну прекрасную фотографию за другой. Но топ-модель должна выглядеть на все 100 и в жизни, а не только на снимках. Сегодня Аманде предстоит доказать, что она это может. Будет ли это Ева? Во время кастинга в Лос-Анджелесе ее никто не называл иначе, как Ева-Дива. Ты можешь сравнить себя с другими девушками? Я не сравниваю себя с другими. Я – Ева. Почти все девушки сказали тебе что-то негативное. Но как только она поняла, что ее поведение порождает напряженность, и ее суровый фасад растаял. Ты способна чувствовать, потому что сейчас тебе плохо. Это самое красивое, что я видела в тебе. Эта борьба смешала строптивость и грацию высокой моды, а это нужно каждой модели. Сегодня самая низкорослая из девушек должна выступить так, чтобы судьи поняли – она может подняться над остальными. До сих пор мне странно, что не затронули тему роста Евы, хотя обычно они прямо все усилия предлагают, чтобы эта тема была максимально нам понятна и озвучена, как, помните, с Жанишей в предыдущем сезоне. Или это будет Яя, выпускница университета. На ее пути к цели было всего несколько небольших кочек. Яя, что тебя смущает больше всего? Моя кожа. Никогда не знаешь, в какой день ты проснешься с прыщами на лице. Я нашла тебе одного из лучших дерматологов Нью-Йорка. Кстати, удивительно, что эту тему тоже как-то нам показали активно в серии, наверное, три, и потом она просто закончилась. Потом никто из нас не замечал, что у Яи какие-то проблемы с кожей. Оставив свои тревоги, а кожа позади, природная красота Яя проявилась со всей силой. Ее ум и грациозные манеры явно выделяли ее среди остальных. Но иногда она бывает холодной. Докажет ли Яя, что она может быть строгой и мягкой одновременно? От Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. Давайте на этом моменте, как раз у нас будет время, пока мы будем слушать нашу любимую музыку. Напишите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, должен был здесь оказаться в финале. Потому что у нас многих девушек отчисляли, и многие из нас с вами были с этим не согласны. Мне кажется, что тройка финалисток весьма странная, честно скажу. Мне интересно послушать, кого бы вы хотели здесь видеть. Кого бы вы хотели видеть вот в этих съемках в Токио? Кого тут не хватало? Обязательно пишите, мне будет очень интересно. От Ямайки до Японии трое финалистов сражались за победу. Сегодня финал. Кто станет топ-моделью по-американски? Топ-модель. По-американски. С Тайрой Бэнкс. Токио, Япония. Нас было 14, а осталось трое. Боже мой, осталось всего два отбора, и кто-то станет топ-моделью по-американски. Это могу быть я. Это может быть Аманда. Это может быть Яя. У меня одна треть от шанса стать. Неужели это правда? После последнего отбора Энна ушла домой. Она обняла только меня и Яя. А к Еве даже не подошла. Странная. Она даже не простилась со мной. Это было неожиданно. Энна ушла, а драма продолжается. Уже просто не могу это слушать. Ева уже давно относилась к Энн очень плохо. Ева все время твердит Яя-Яя-Яя-Яя-Яя-Яя. В таких коллективах всегда бывают конфликты и трения. Когда я познакомилась с тобой, ты была другой. А теперь мне не нравится то, что я вижу. После этого случая Сэн я поняла, какую роль я играла. Но этот конкурс – это серьезный жизненный опыт. Нападать или защищаться – это не считается признаком силы. Я стараюсь стать лучше, но этого никто не видит. Очень легко повесить ярлык на человека и сказать «Она такая». Если бы мы с Амандой могли сделать так, чтобы Ева чувствовала себя комфортно, мы бы это не стали делать. Письмо от Айры. Читай. В последнее время актрисы заполонили все обложки журналов. Им пора отойти в сторону и дать место моделям. Будьте готовы к выходу завтра в 8.15 утра. Я не помню последнего дня, последние, что у них там будет в фотосессии. Я думаю, если в этом сезоне у нас появляется запись разговорной рекламы, как это правильно называется, я буду очень рада, потому что это всегда было очень интересно. Это хотя бы разбавляет творческую составляющую, какой-то новый у нас идет навык, который они должны проявлять. Это интересно. А, хотя в этом сезоне у нас же уже была реклама, только на японском. Это, конечно, я не назову нормальным испытанием. Это скорее было для шоу. Очень странно. Я готова. Я готова. Мы втроем как пирамида. Три – это вообще тяжелое число. Я не собираюсь как-то подбатривать Еву. Всю свою энергию я направлю на то, чтобы добиться того, ради чего я приехала сюда. На последнем отборе Тайра говорила, передо мной стоят четыре красивые девушки, но судьи не могут выбрать ни одну из вас, кто мог бы стать топ-моделью по-американски. Я считаю, что это хорошо, потому что никто не может сказать, какое место каждая из нас занимает в этом конкурсе. Сто процентов непредсказуемый финал. Мне кажется, вот в этой ситуации, потому что они как-то наравне все идут. Мне интересно стало вот что. Я, когда заканчивала обозревать второй сезон, я планировала уйти в небольшой отпуск, но я видела, сколько было запросов на третий сезон, сколько людей хотели именно его посмотреть, писали, что он любимый. Я, честно, не поняла, что вам здесь нравится. Ну, да, здесь яркие личности, но в плане именно модельной какой-то работы, раскрытия их, я не знаю, здесь как-то все очень сумбурно получилось. Вот тоже кто-то отметил, что конец шоу стало очень мало Тайры. Она приходит как-то, знаете, вроде как часто, но вроде как эти встречи даже не запоминаются. Ну, странный сезон, не знаю. Да, здесь есть такие моменты, которые я вижу, и на меня ностальгия накатывает, но они редкие. Нет, я рада, что мы с вами это пересмотрели, потому что хочется идти как-то по очереди, чтобы все шоу это прочувствовать. Но я не скажу, что это будет мой любимый сезон. Мне кажется, даже второй был как-то поинтереснее, что ли. Каждая из нас сильна в определенном аспекте. Я должна не только хорошо смотреться на фотографиях, но и быть заметной личностью. Доброе утро. И вот их осталось трое. Этот день настал. Мы будем снимать рекламу блеска для губ. Это совершенно новый увлажняющий блеск, который выходит в канун Рождества. Победитель конкурса «Топ модель по-американски» появится на страницах журнала в рекламе, которую мы снимем сегодня, и получит контракт с известной косметической фирмой. Все-таки у нас фото рекламы, по всей видимости, но, по-моему, первая работа для CoverGirl, вот этой фирмы, которая впоследствии просто... Мы уже не сможем ее забыть, потому что она будет из сезона в сезон повторяться. Это очень важная фотосессия, и наш последний шанс выделиться среди остальных. Мы будем сниматься в бассейне с большими камнями. Это необычный пейзаж, и главное — здесь губы. Я покажу все, на что я способна. Надеюсь, что этого будет достаточно для победы. Я должна опробовать этот продукт. Мне нравится. Этот блеск для губ так переливается, он не липкий и больше похож на бальзам для губ. Именно в тот день, когда я решила сделать матовые губы, они снимают блеск для губ. В детстве ты мечтаешь о том, чтобы стать моделью, и говоришь себе, вот я вырасту и буду моделью. Но когда приходит пора, и это надо делать, это страшно. Это Риу. Роу. Риу. Аманда. Риу. Риу. Ты должна быть как можно ближе к переднему камню и к воде. Хорошо. Аманда, улыбайся. Нам нужна энергия, сияние. Очень выраженная энергия. Улыбайся так, как ты улыбаешься мне сейчас. И глазами тоже. Снимаем. Такая необычная локация, что она лежит прямо в воде. Помните, эту фотосессию нет. Я сейчас вспоминаю образ Аманды, вот этот ее Барби какой-то образ. Тоже очень актуально. У нас сейчас Барби Кор вовсю идет из-за будущей премьеры фильма. Она очень в нашей эстетике сейчас. Я пыталась выразить свою внутреннюю радость, свою индивидуальность и любовь к кроликам и Франции. У нее улыбка готовая для Франции. Я подала им свою улыбку на тарелочке. Аманда из 40 снимков я получил 36 отлично. Аманда прекрасно работает. Она все чувствует и выражает глазами все, о чем я прошу. Мне кажется, эта поза такая странная. Ну, не к команде вопросы, а к ним. Что они хотели здесь получить, что они видели, почему так. Ну, наверное, за что блеск и вода как-то сияет, что ли. Странно, не знаю. Прекрасно. Очень хорошо. Я так рада, что продвинулась так далеко. Я буду звездой. Осторожно. Ты должна так повернуть руку и лицо, ближе к воде. Правильно. Очень хорошо. Нас осталось всего трое, и ошибаться я не могу. Я не могу не так повернуться, не так улыбнуться. Сейчас нельзя ошибаться. Ева так круто выглядит. Ну, ее сильная сторона – это портреты. Здесь, конечно, не знаю, как так. Она настраивает взгляд. Просто слышу щелчок камеры. Очень красиво. Хорошо. Запомни, мне нужно обаяние и радость. Улыбка изнутри. Подними подбородок. Я посмотрела и увидела красивое лицо Евы, но я не чувствую никакой энергии. Да, хорошо. Я вспоминаю о том, как я увидел Еву на кастинге. Это была такая решительная девушка, которая пришла побеждать. Но с течением времени постепенно эта стена упала. Хорошо, мы закончили. Ну что, дорогуша, покажи нам свой блеск. Каждый раз, когда мне делают макияж и прическу, они говорят об элегантности, о достоинстве. Вот я и стараюсь найти эти качества в себе. Например? Как бы мне стать такой? Немного ниже, Яя. Я хочу видеть как можно больше воды. Я пыталась найти что-то у тебя в голове, какие-то стихи прочитать или вспомнить, как мне помогло мое образование в этом конкурсе. Я очень старалась. Больше энергии, Яя. Помни, что нужно быть жизнерадостной и милой. Хорошо, замечательно, очень хорошо. Мне кажется, у Яи не получается вот эта вот именно милота. У нее на лице, ну она хитрая, знаете, такая получается. У нее прет вот эта ее энергия. Очень сильная. И милашка из нее, конечно, никакая, я считаю. Ей надо таких дерзких девчонок играть. Здесь, я думаю, что с этим розовым топом, с пайетками, не совсем ее история. Да, молодец. Сегодня визажисты сделали Яя прекрасный макияж. Она такая свежая, естественная. Красива даже без ретуши. Последний кадр. Все. Что-то Джей всех хвалит. Так я про Яю еще подумала, что она не своей стихией. Она же, помните, у нас танцор. Постоянно в движении ей нужно быть, и она в этом органична. А здесь нужно чуть-чуть передвигаться по кадру. Мне кажется, ей было сложновато. Ну, мои ощущения. Хотя Джей ничего плохого не сказала. Не знаю, странно. Он никого не поругал. Молодец. До сегодняшнего дня я не думал, что три оставшиеся девушки имеют все данные для этой работы. Но сегодня они все были просто неотразимы. Я думаю, они понимают, что мы снимаем настоящую рекламу для той, кто станет топ-моделью по-американски. После фотосессии у нас были показы для Нарико Фукушима. Добрый день. За время своего пребывания в Токио вы много узнали о традиционной японской моде и уличном стиле. Сегодня Джей, я и Нарико покажем вам сегодняшнее направление прет-а-порте. Нарико известный модный дизайнер в Токио. Последние 20 лет Нарико остается самой яркой фигурой в японской моде. Она хорошо знает свое дело. Прет-а-порте – это коллекции, которые можно прямо с подиума покупать и носить их в обычной жизни. Они приближены к тому, что носибельно каждый день, а не только на мероприятия. Часто тут очень много интересных сочетаний. То, что в высокой моде там бывает какое-то платье, которое вот как платье одно можно носить, и ни с чем особо не посочетаешь. А тут обычно вещи, которые можно разделять, миксовать. Интересно. И еще я хотела сказать, что вот в этом сезоне он, мне кажется, таким странным из-за этих сценариев, явно прописанных. Здесь даже появление мисс Джея, которая обычно как солнышко просто врывается здесь. Обратите внимание, он был в той серии, он был в этой серии, но он практически незаметен. То ли его тушили, то ли у него что-то, может, период был, не знаю, что не было у него энергии. Ну, так странно. Добрый день. Мне очень хочется надеть одежду и немного преобразиться. У меня небольшой рост, но для того, чтобы стать знаменитой, большой рост не нужен. Невысокие тоже могут быть заметны. Юбка смотрится на вас отлично. Юбка была прозрачной. Я не хочу показаться неуважительной, но если в такой юбке выйти на улицу в Штатах, тебя примут за уличную девицу. Это ее версия свадебного платья, очень современного платья. Это очень, очень красиво. Оно бросается в глаза. Оно прекрасно, но это был не мой случай. Я была не в своей тарелке. Теперь вы видели все от уличной, традиционной и до высокой моды. Спасибо. Письмо от Айры. Завтра вы встречаетесь с судьями. Только двое из вас продолжат участие в шоу «Топ-модель по-американски». Что? Сразу видна финальная серия, потому что у нас прошло 11 минут, 11,5 от начала. И у нас уже была фотосессия, у нас уже был показ с дизайнером. Я думаю, что сейчас вот эти люди, кто, ну, по сути, является, я думаю, спонсором какой-то мере этого шоу, например, дизайнеры, они, мне кажется, повлияют на исход вот сейчас голосования судей. Потому что, я так понимаю, что две девушки, которые останутся после этого выгона, будут участвовать в показе, как обычно это бывает. Я думаю, что они могли здесь сказать, кто им не подходит из троих. Как думаете, кто это может быть? Я в последней тройке? Я еще не поняла, что я в последней тройке шоу «Топ-модель по-американски». С ума сойти! Я не могу поверить, что я еще здесь, что я до сих пор участвую в этом конкурсе. Это невероятно. Я с тревогой пойду навстречу с судьями. Это всегда было напряженно, но сегодня особенно. Добро пожаловать, девушки. Сегодня у нас особый отбор. Скоро здесь останутся только двое. Эти двое и будут соперничать друг с другом на модном показе Норико Фукушима. Ваше выступление на этом дефиле поможет нам выбрать топ-модель по-американским. Вы уже знаете, какие призы вас ждут. Но я напомню. Последите за девушками, как вот они сейчас стоят. Есть ощущение, что... Не буду говорить кто, чтобы не было как-то похоже на спойлер. Очень отличается как будто поведение, как в тот раз Энн. Не знаю, у меня было ощущение, что ей сказали «Ты сегодня уйдешь». И знаете, когда она стояла там в закрытой поезде, что-то у нее там все было не так. Так странно. И с Токарой тоже так было, помните? Когда ее отчисляли, она в этот день была просто поникшая максимально. Как будто бы ей заранее сказали «Ты сегодня уйдешь? Извини». И вот сейчас по одной из девушек тоже мне так кажется. Но я не помню, прошла ли она дальше или нет. Поэтому не буду делать вслух догадок. Это контракт с ведущим модельным агентством мира «Форд Моделс». Разворот в известном модном журнале со всеми... ...джилом Бенсамоне. И контракт на 100 тысяч долларов с известной косметической фирмой. Я представляю вам наших судей. И, конечно, это мисс Дженнис Диккенсен, первая супермодель в мире. Найджел Баркер, известный модный фотограф. Ноу Л Марин, редактор модного журнала «Эстилист». А еще на этой неделе у нас гость Норико Фукушима. И Мао, и ее переводчик. Вы все снимались в рекламе для известной косметической фирмы. Победитель шоу «Топ модель по-американски» появится в журнальной рекламе. Это и будет началом ее контракта с этой фирмой. Итак, Аманда. Это твой лучший снимок. Хорошо. Прекрасно, да. Есть ощущение, что фейсап немного наложили. Ну, я не знаю, какой-то злой у нее взгляд здесь с этой улыбкой. Я не в восторге. Но она хорошо получилась, ее хорошо отфотошопили. Но я как-то не прониклась этим кадром. Как вам? Это красиво. Это притягательно. Это очень красиво. Ты установила такую связь с камерой, со зрителем. Ты заставила их захотеть эту продукцию? Я сейчас заплачу. Плачь. Это хорошо. Ваши волосы, тон вашей кожи, ваши глаза. Это понравится японцам. Аманда, как ты думаешь, кто из дизайнеров позволит тебе выйти на подиум в очках? Хорошо. Твоя сила – это твои глаза. Для показов и модных дефилей это неприемлемо. Аманда, спасибо. Следующая – Яя. Девочки, какие вы молодцы. О, боже. Ты похожа на меня? Она похожа на тебя. Я сам заметил это недавно. Хорошо, что это отразилось и на пленке. У тебя прекрасный вал лица, очень красивый. Ты выглядишь прелестно. Как вам кадр? Мне он, кажется, мне тоже не нравится. Не знаю, какое-то наигранное лицо. Мне не нравится вот этот формат, что они лежат у этой воды. Я не знаю. Вот раз вы захотите в ту съемку, мне она понравилась. В этот раз я хейтер этой съемки. Не знаю, она какая-то слишком пластиковая. Не знаю. Не знаю, как еще вам сказать. У тебя приветливый взгляд. Вот что мы искали. Я старалась как-то особенно не задумываться, но в то же время вспоминала, как меня смешит мой младший брат. Ты не думала о своем контракте? Это заставило бы всех улыбаться. И это тоже. Спасибо. Следующая, Ева. Боже, как вы осложняете нам работу. А мы можем выбрать троих победителей. Вот снимок Евы, мне кажется, наиболее, знаете, милым, дружелюбным и как будто бы с искренней эмоцией. Она просто умеет, возможно, изображать эту искреннюю эмоцию, но мне очень нравится вот этот кадр. От нее как-то веет теплом. Если Яя, наверное, на втором для меня месте здесь, она немножечко с таинственным взглядом Аманда. Не знаю, меня почему-то оттолкнуло даже этот снимок, хотя странно очень. Сегодня Тайра. Я бы тоже хотела. А я думала о контракте, когда снималась. Это давало мне импульс и заставляло улыбаться. Вот что я хочу видеть, когда открою журнал. У тебя великолепная кожа на этой фотографии. Она такая гладкая, нежная, как мед. Ну, это же обработка Тайра. Здесь видно, что улыбка идет изнутри. Я смотрю на этот снимок, и мне становится радостно. Ева, спасибо. Согласна с нашим приглашенным судьей. Прежде чем отправить вас в соседнюю комнату, я хочу поаплодировать всем вам. Вы трое самые маленькие из всех. Я говорила, я говорила. В мире моды найдутся люди, которые скажут вам, ах, эти коротышки. А я думаю, что вы даете надежду всем девушкам. Кстати, обратите внимание на этот кадр, стоп-кадр. Они действительно почти одного роста. У Яи просто чуть больше объема на волосах. Аманда стоит чуть ближе к камере. Так что, видимо, может быть, поэтому не акцентировали внимание на Еве. Видимо, там разница буквально, не знаю, на мой взгляд, сантиметра три между ними. Пусть я не большого роста, но я тоже справлюсь. На прошлой неделе мы говорили, нам кажется, что вы не готовы. Но эти фотографии показали, что мы ошибались. Спасибо, девочки. Сайонара. Пришло время решить, кто из этих троих отправится домой. Аманда. Ее кожа необыкновенно прозрачна и очень красивые волосы. Снежная королева растаяла и появилась красивая женщина. Эта фотография безумно красивая. Аманда должна и в жизни выглядеть так же. А сейчас я смотрю на нее. Она стоит на одной ноге, и тело какое-то скрюченное. Аманда на этой фотографии просто неотразима. Я сдаюсь. Ева. Ева маленький сорванец. Она не та девочка, которую ты видишь на этой фотографии. Это красивая и теплая фотография. Каждая девушка в Америке захочет быть такой же. Она универсальна. Ева легко прошла этот путь. Она совершила скачок. Она учится. Но все равно я хочу видеть шик. А здесь я не могу уловить ничего похожего на шик. Яя. Она бесконечно красива. У нее прекрасный овал лица. Яя одна из самых красивых девушек, которые были у нас. Я согласен. Когда она стоит перед нами, она элегантна, привлекательна. Но и у нее есть свои минусы. Это налет высокомерия, какой-то снобизм. Это твое мнение? Да, это мое мнение. Разве я не прав? Разве это не отразилось на ее походке, на ее взгляде, на ее облике? На фотографиях ее трудно критиковать. Она постоянно выдает отличные фотографии, как и Аманда. Да как все три девушки. Фотографии пересекают все границы. Я считаю, что ее внешность – это обложка журнала. Как трудно принять решение. Очень трудно. Все эти девушки очень красивы на фотографиях, поэтому мне так трудно что-то решить. Я вся дрожу. Передо мной стоят три красивые девушки, но у меня осталось только две фотографии. Это фотографии наших финалистов. Они будут участвовать в показе моделей Нарико Фукушима и будут бороться не на жизнь, а на смерть за титул «Топ-модель по-американски». Я назову первое имя. Яя, ты пришла сюда красивой девушкой, статной. Возможно, даже слишком статной, потому что ты занималась танцами. Но судьи справились с этим, и теперь ты модель. Яя, ты в финале. Так звучит странно. Судьи справились с этим, загубили в тебя танцора. Шансы стать топ-моделью по-американски у тебя 50 на 50. Поздравляю. Ева и Аманда, подойдите, пожалуйста. Мне кажется, что у них топы одинаковые. Просто о чем я думаю в этот важный момент. У меня в руках только одна фотография. Эта девушка продолжит участие в шоу «Топ-модель по-американски». Я назову только одно имя. Та, чьей имя я не назову, должна немедленно вернуться в свой номер, собрать вещи и уехать. Вы обе очень интересны. Дуэт. У каждой есть то, что надо другой. Аманда, у тебя есть острота, огонь и внешность для высокой моды. Ева, ты очень милая, приветливая. Но для того, чтобы стать топ-моделью, надо иметь и то, и другое. У вас обеих неполный комплект. Но одна из вас, по мнению судей, может за короткое время приобрести эти качества. Ева, поздравляю, ты в финале. Мне кажется, Аманда не ожидала видеть этот взгляд. Ты думала, что тебя отправят домой? Слышала, что Дженнис очень топила за Аманду. Я пока не буду раскрывать всех тайн, оставлю на спецвыпуск. Но вот это расскажу. Она прямо хотела, чтобы она победила. Также было в предыдущем сезоне с Мерседес, что Дженнис прямо хотела, чтобы она вышла в финал. Точнее, стала победительницей. Я очень удивлена. Я думала, что я буду одной из двоих. Я так хотела получить контракт на 100 тысяч, чтобы купить дом для своей семьи. Но я хотя бы могу вдохновить людей, у которых есть физические недостатки или нехватка денег. Нужно работать и во всем находить удовольствие. Обратили внимание, что я сняли вот эти длинные волосы, которые наращивали на преображении? Видимо, там вот то самое наращивание, которое вредит волосам. Топ-модель по-американски – это одна из нас. Я и Яя вышли в финал. Никогда в жизни не могла поверить, что это буду я. Ты понимаешь, что теперь мы соперники друг к другу? Не могу поверить, что остались две черные девушки. Мы теперь соперники. Это так неожиданно. Ева и я до этого дня не очень ладили друг с другом. Мы не могли найти что-то общее. А теперь осталась она и я. Теперь можно снять защиту. А чем я отличаюсь от этой девушки, которая так же красива и такого же роста? Ты понимаешь? Да. У меня зубы лучше. И кожа красивее. Чистая кожа. Да, она на самом деле симпатичная, но я поняла, что Яя всегда выставляет надежную защиту. Но под ней скрыта милая девушка. Просто все это время я этого не замечала. Больше никто не заявил о себе в Лос-Анджелесе, как она. Мне очень приятно осознавать, что в этом конкурсе победит черная женщина, у которой есть красота, у которой голова на плечах и кто очень позитивно настроен. Какая глупость. Так приятно видеть настоящую Еву. Я только не понимаю, почему так не могло быть с самого начала. Я не могла быть так. Да, они на самом деле какие-то другие. Но мне кажется, в случае с Яей это было похоже на защитную реакцию, на любую критику, на любые высказывания, что она так становилась холодной, высокомерной. Я проснулась утром и вспомнила, что сегодня мы беседуем с Тайрой один-на-дин. Садитесь, месь Ева. Как ты себя чувствуешь сейчас? Я никогда даже представить не могла. Работать в модельном бизнесе, стать моделью – это мечта. Но я не думала, что это возможно. Нас осталось только двое, и мы обе чернокожие. Это же... Мы не решили для себя, в этом году победит черная девушка. Просто лучшими оказались именно они. Я помню, как ты говорила, что совсем не похожи на других девушек. Что изменилось теперь, когда вас двое? Это немного странно, потому что мы с Яей не стремились подружиться. Но мы прошли такой путь, и стать теперь врагами – это было бы бессмысленно. Ты хочешь спросить меня о чем-то? Как ты сумела рассмотреть во мне такой потенциал? Эта девушка была не без проблем, но она старалась стать лучше. Никто не идеален, но мы должны постоянно работать над собой. Я сейчас заплачу. Это удивительно. Я вспоминаю свое прошлое, как я пыталась предугадать, что будет со мной через пять лет. Тогда мне хотелось только одного – чтобы мне было где спать, чтобы кто-то обнял меня, чтобы кто-то любил меня. Я восхищалась многими людьми. Я тоже могу стать одной из тех, кем восхищаются. Не бывает результата без трудностей. Спасибо. Здравствуй. Такие трогательные моменты. Я уже сама сижу. Ева очень классно говорит. Даже переводить ему получается хорошо, за счет того, что мне кажется, исходник хороший. У нее работает очень хорошо вот эта искренность, ее открытость, ее прекрасный голос и то, что она умеет складывать слова в предложения. Очень интересно. Мне нравится ее слушать, их разговоры с Тайрой. Мне нравится. Причем уже не первую серию я об этом говорю. Тайра, как дела? Не хватает дыхания? Я как будто нахожусь в двух реальностях. Я не ожидала, что ты вызовешь меня первой. Я не знаю. Ты сомневаешься, что ты должна здесь быть? Обычно я не люблю слово афроамериканка, но мне хочется выразить себя, гордиться собой. Я никогда не хотела чувствовать все штампы, какие чувствуют другие. и я не хотела чувствовать себя. Я не хотела чувствовать себя. Понимаешь меня? Да, мы здесь. Но я все та же чернокожая женщина. И я несу красоту людям, которые никогда не верили, что черная женщина может быть красивой. Их нужно заставить посмотреть на Яя и сказать, «О, Боже! Ты носишь такую странную одежду, но я белый человек из Алабамы, и она мне нравится. Я ее не боюсь». Ты понимаешь, как важно оставаться собой и в то же время влиять на такое количество людей? Приготовиться за кулисами. Мы покажем вам немного черной красоты. Сегодня большой день. У нас дефиле, а я умею ходить. Я хочу победить, и это будет видно в каждом моем шаге. Я всем покажу. Я Ева, как дела? Здравствуйте. Всего две девушки. У меня бабочки летают в животе. Точно так же я чувствовала себя, когда шла по сцене за дипломом. Да, я еще не победила, но уже... Почти. Я понимаю, что вы взволнованы, но это шоу не только для вас двоих. Да. Это настоящее шоу на Рико. Это событие для двоих финалистов топ-моделей по американски. Но не только для нас. Ты посмотри на сцену. Люди будут сидеть и в центре. Мы не представляли, что бывают такие подиумы. Мы всегда ходили только по прямому подиуму, но на такой поверхности... Я даже не знаю, с какой ноги начинать и как ходить на такой дорожке. Это будет шоу в японском стиле, поэтому вы должны идти очень сдержанно и медленно. Что? До сих пор нас учили зажигать на подиуме. Я начинаю нервничать. Вы должны идти по границам подиума. Я увидела других моделей и успокоилась. Я подумала, я тоже смогу. На самом деле, не самый простой подиум, потому что, обратите внимание, четыре угла у нас и довольно маленькие расстояния между ними. То есть там нужно делать точки, нужно, как я, по-моему, правильно сказала, или Ева, с какой ноги идти, нужно понимать, потому что такие моменты, особенно когда ты в длинном кимоно, скорее всего, здесь будет на каблуках, это важно учитывать, понимать, чтобы не было косяков никаких. Конкурс подошел к концу. На этом показе мы должны выдать все сполна и держаться так, как будто мы занимались этим всю жизнь. Это все, о чем я могла мечтать, начиная от прически и заканчивая макияжем. Боже мой! Это как выпускной вечер. Я, Я, Ева. Я очень нервничаю, потому что знаю, как это важно. Это финал. Не провали все дело. Вы готовы? Да. Волнуетесь? Да. Я тоже. Вы будете работать с настоящими моделями, так что не подкачайте. Они уже давно участвуют в подобных шоу, и они будут смотреть на вас вот так. И вы в долгу не оставайтесь. Мое сердце так бьется. Мне нужно собраться, настроиться, и все. Ладно, девочки, будьте внимательны. Это Джей. Мы начинаем показ. Начали. На сцену выходят барабанщики. Мы начинаем показ. Начали. Это последний конкурс. Последнее испытание перед победой. под звуки барабанов мое сердце забило сильней. Я начала нервничать еще больше. Я ее на выход. Ты выходишь на подиум, но не можешь посмотреть на зрителей. Ты просто чувствуешь, что они оценивают тебя. Я люблю ходить быстро и напористо, но на этом показе так нельзя. Да, жаль, что здесь мы не увидим походку Ева Дивы, потому что у нее, мне кажется, есть свой стиль в походке. За кулисами такое творится. Все одеваются, раздеваются, кричат. Мне нужны еще девочки, еще. За кулисами безумие. Я уже надела платье. Теперь моя очередь. На выход, быстро. Быстро. Яя, быстрей. Видели это, Тайрона? Дженнис ругается. Ты нужна мне. На выход. Прекрасно. Я увидела, что это была моя последняя модель. Ваша последняя модель, девочки. И последняя возможность показать, что я от чего-то стою. На выход, девочки. Обе. Яя, идем. Каждый раз, когда я выхожу на сцену, Ева бежит передо мной. По правилам надо пропустить того, кто идет первый. Я ждала, пока она уже выйдет на сцену. Мне не надо спешить. Здесь могло случиться не одно серьезное столкновение. Я думаю, что не могло оказаться тут без драмы. Мне кажется, специально их выпустили плюс-минус в одно время, одновременно на подиум. И, вероятно, могло произойти столкновение, если бы я и не замедлилась, как нам показали. Шоу закончилось. Это наш последний конкурс. Я довольна своим выступлением. У меня хорошие шансы на победу. Весьма ровно они шли. Я считаю, что обе хорошо прошли. Примерно одинаково за счет того, что тут стиль походки был один у всех. Мне понравилось. Даже не знаю, как они будут выбирать. Я чувствую себя отлично. Мне кажется, что я все сделала очень хорошо. Вы выбрали очень верный темп, девочки. Вы были неотразимы. А теперь у вас встреча с судьями. Хорошо. Сейчас? Да. После показа мы сразу пошли навстречу с судьями. Я воздалась перед моим преимуществом. Она моя соперница, но в тот же момент я была уверена в себе. Все конкурсы и соревнования позади. Пора идти к судьям. И одна из нас станет топ-моделью по-американски. Почему Джей нет судействия? Он же так там просится. Он же их знает лучше всех. Какие красавицы. Ну что ж, девочки, вот и все. Мы наблюдали, как вы превратились из обычной девушки из Нью-Йорка и обычной девушки из Лос-Анджелеса в красивых моделей мирового класса. Но только одна из вас может стать топ-моделью по-американски. Победитель получит призы. Контракт с ведущим модельным агентством мира «Форд Моделс». Разворот в известном модном журнале со всемирно известным фотографом Джиллом Бенцамони и контракт на 100 тысяч долларов с известной косметической фирмой. Два комментария позволю себе. Очень, конечно, красиво они выглядят. Видно, что поработали над макияжем. Наконец-то над прическами, аксессуары, дизайнерские платья. Я подозреваю, что дизайнера, вот, у которого был показ. Но обратите внимание, нам сказали, что они поехали туда сразу после показа. На прическу Джейнис, я обратила внимание, она на показе сидела с выпрямленными волосами. Сейчас она сидит с хвостом и мне кажется, с хвостом с начесом, как будто бы это две разные укладки, которые не трансформируются друг в друга. Хотя, не знаю, возможно, ей просто переделали все очень сильно. А сейчас я представлю вам наших судей. Мисс Джейнис Диккенсен, первая супермодель в мире. Найджел Баркер, известный модный фотограф. Ноу Марин, редактор модного журнала и стилист. И, как вы видите, сегодня у нас нет гостей. Мы знаем вас лучше остальных. Мы знаем ваши слабые и сильные места. Итак, пора подводить итог. Потом судьи посовещаются и мы объявим вам, кто станет следующей топ-моделью по-американски. Вы обе участвовали в очень ответственном модном показе дизайнера Нарико Фукушима. Давайте посмотрим. Яя, когда ты вышла на подиум, я затаил дыхание. Это было очень красиво. Но это было технично, все было очень хорошо, но я бы хотел видеть больше индивидуальности. Яя, ты хорошо смотрелась, но у тебя было лицо, как у зомби. Ты должна помнить об этом, если будешь участвовать в следующем шоу. Мне кажется, что у нее очень красивое вдохновенное лицо, такой, знаете, стеклянный взгляд, смотрящий в никуда. На мой взгляд, вот к этой концепции было очень даже хорошо. То, что у нее очень техничная походка, я с этим согласна, заметила, но не знала, как это сказать. Она такая у нас отличница на протяжении всего сезона, она всегда делает все на пять, все идеально. И, возможно, об этом сказал Ноул Марины, и редкий случай, но я с ними здесь соглашусь. Мама сказала, посмотрите на ее попку, у нее красивое тело. Ева, мне понравилась твоя походка, ты уловила настроение. Но немного прежней Евы все-таки осталось. Знаешь, что я заметила, особенно в профиль, ты делала вот так, как цапля. Ты как будто проталкивала себя вперед. Я это слишком старательно наступала на пятку. Нужно опираться и на носок тоже, чтобы походка была более элегантной. Ты провела у нас 12 недель и сделала немало удачных фотографий. Это твоя первая неделя. Кажется, что это было давно, да? Вот тогда я впервые заметил тебя, Яя. Здесь ты показала себя лучше, чем все остальные девушки. Ева здесь хорошие глаза, но все остальное провалилось. Ева, это слишком обычная фотография. Тогда ты еще не умела позировать и решила просто принять удобную, спокойную позу. Это похоже на позу, которую все мы принимали в пятом или шестом классе на школьном дворе. По первой съемке, конечно, у нас Яя выигрывает, мое мнение. И у Евы еще не сформирован вот этот вот ее взгляд кошки, который потом позже появился. Обе эти фотографии превосходны. Вы обе отлично поработали. Ева тогда заметил, какая ты красивая девушка. Яя, для меня с самого начала было очевидно, что ты красивая, а на этой фотографии ты просто ошеломи. Да, я согласна, что Ева здесь выигрывает скорее. И это опять съемка для ее сильной стороны, съемка портретов. Видите, тут проявился ее взгляд, такой, который смотрит прямо тебе в душу. Яя для меня здесь опять, это техничное, очень у нее все правильно. Хотя я знаю, что многим этот снимок понравился. Это снимок со своим вторым я. Ева прекрасна, убийственно красива. Бетти Грейбл, Рита Хейворд, прекрасна. Здесь конкурс был по-настоящему серьезным. Ева, ты прекрасна на обоих снимках. Яя, первая твоя поза это от кутюр, но вторая мне не нравится. Она маловыразительна. Согласна с ними. Здесь, конечно, Ева просто в инзи долл, но здесь у Евы и более интересный образ, на мой взгляд. Возможно, сыграла Эд. Она прекрасна, конечно, получилась. Яя, интересный снимок, он мне тогда тоже понравился, насколько я помню, но если выбирать между ними двумя, Ева здесь выигрывает. Это ужас. Я увидела фотографию Яи и подумала, как здесь оказался мой снимок. И Евы, ты больше других, боишься пауков, но в твоих глазах я ничего этого не вижу. Яя, мне кажется, что это самая удачная фотография из всех твоих снимков. Это невероятно красиво. Очень красивые оба кадра. Не могу выбрать ту, кто мне здесь нравится больше. На мой взгляд, они равнозначны. Я уже субъективно судить могу и выбирать, отталкиваясь еще от личности, кто мне нравится больше. Но именно вот чисто кадр, я думаю, обе справились просто шикарно. На этой фотосессии я дала вам небольшой мастер-класс. Меня тогда потрясла Яя. Ты все брала на заметку, когда я позировала. Ева, я хочу сказать, что мне нравится твой язык тела. Ты воспользовалась тем, что ты не очень высокая и прекрасно удлинила свою ногу. Для меня здесь выигрывает Ева, но снимок Яи понравился многим. Здесь я уже могу приводить в пример наше голосование. Вот я сейчас еще раз его вставлю. Можете сравнить, кто здесь выигрывал по нашему общему мнению. Ева, на этой фотографии я действительно вижу Диву. Ты прекрасна. Яя на этой фотографии нет высокомерия. Ты очень симпатичная. Ева очень приветлива и дружелюбна. Вот на этих фотографиях я соглашусь с тем, что если отсматривать именно прогресс, то для Яи здесь есть прорыв, и здесь реально нет высокомерия. В кадре, хотя обычно у нее это везде прослеживается, вот это вот ее поведение. Кстати, как будто бы Дива тоже у нее поведение. Но снимок Ева для меня здесь, конечно, выигрывает. Я сказала это еще на предыдущем их отборе. Девиз этой рекламы «Хорошая девочка с изюминкой». Это есть вас обеих. И я думаю, что вы обе могли бы украсить любую обложку. Победная внешность. Да. Нам пора принимать решение. Когда я приглашу вас снова, я объявлю, кто станет следующей топ-моделью по-американски. Как-то мало фотосессий вам не показалось. У нас было в начале 14 участниц, у нас было 12 серий, это 12-е. У нас очень мало было съемок. Сейчас вот мы с вами посмотрели буквально 6, наверное, кадров. Ева и Яя. Каждая из них интересна по-своему. Ева обладает необычной внешностью. Яя имеет красоту из старой моды. Да, видимо, вырезали. Не было некоторых съемок, которые сейчас нам показывают. Я не могу сказать, что я предпочитаю что-то одно. Меня бросает из одной стороны в другую. Интересно, что у Яи нет опыта модели, но почти сразу она двигалась как профессионал. Я сегодня чуть не упал, когда увидел, как потрясающе выглядит Ева. Это была настоящая суперзвезда. Я вижу в Еве красивую женщину. Она невероятно выросла, но мне больше по душе новизна Яя. Я внимательно следила за обеими девушками на показе. Яя может быть разной. Еве нужно понять, что она уже почти модель. Она такая веселая. Я все время улыбаюсь, когда вижу ее. А этому не так просто научиться. Это либо есть, либо этого нет. Они обе веселые. Да, конечно. Просто ты предпочитаешь другое. Я есть, но в разной степени. У Яя прекрасное тело. Такое не часто встретишь. Но Ева, как золушка, она пришла сюда за одним мальчишкой и превратилась в невероятно невозможно красивую женщину. Я на распутье. И с одной стороны, что-то подсказывает мне Яя, с другой – Ева. Это ужасно. Какое красивое у Тайры, кстати, тоже платье. Очень минималистичное. Очень идет ей с ее этой укладкой. Какой-то идеальный просто. Тайра, как Барби, всегда как-то слишком идеально выглядит. Через мгновение я объявлю, кто стал топ-моделью по-американски. Мы проделали огромный путь. Как вы чувствуете себя сейчас? Я едва держусь на ногах и боюсь упасть в обморок. Я буду плакать, независимо от того, буду я победителем или буду я проигравшим. У меня нет слов. Это было очень трудное решение. Трудно было, потому что вы обе очень разные. У каждой есть свои сильные и слабые стороны. Каждая представляет разные аспекты красоты. Яя сначала судьи говорили, да, у нее красивые фотографии, но... А теперь ты стала обаятельной, открытой. Ты вошла сюда с улыбкой и наконец-то избавилась от чипа в своем плече. Но об этом мы уже говорили. Сейчас передо мной стоит сияющее, привлекательное модель. Ева, когда ты вошла в зал на прослушивание в Лос-Анджелесе, я увидела симпатичную девушку с таким настроением. Я наброшусь на вас раньше, чем вы на меня. Об этом мы тоже говорили, а теперь передо мной стоит настоящая модель. Но я должна объявить имя победителя. победителем может стать только один. Следующая топ-модель по-американски это... и Ева. Не может быть. О, Боже! Я люблю Еву. Боже мой, я красивая, я модель, я. Ты модель. Я знаю, что по сравнению с другими девчонками на этом шоу меня должны были заметить. И меня заметили. Но им хотелось что-то более оригинальное, и они это нашли. Боже мой. Я стала лицом косметической фермы. Девочка из Лос-Анджелеса, которая никогда не была красивой. Я ей в школе не выделялась. Здесь я была самая маленькая и самая неуверенная из всех. А теперь я топ-модель по-американски и буду представлять таких же девушек, как и я, которые сомневаются в себе. Ева жизнерадостная. Ева отчаянная, что делает ее похожей на всех молодых девушек. Ева – это лицо нашей компании. Тайра Бэнкс только что сказала мне, что я стану звездой. Я не могу, какая она искренняя просто. Я очень рада. На самом деле, из них двоих я бы тоже выбирала Еву, она мне ближе, но Яя шикарная. Она дошла с гордо поднятой головой до конца. Мне очень интересно же вам рассказать, потому что столько вы мне рассказали в комментариях про Яю. она у нас не потерялась, не переживайте, но чуть позже подробнее вам расскажу. Кстати, я, честно скажу, не помнила, что в двойке окажется Яя до того, как я посмотрела выпуск Джонни. Ладно. Мне почему-то казалось, что Аманда была в двойке с Евой. Я помнила, что Ева победит, потому что, как ни крути, вбивая третий сезон, Google выдает фотографию, но, тем не менее, я вот этот момент с ее искренними слезами вспомнила, как только он произошел. Я не помнила ничего, как они выигрывали, какие были фотосессии в конце. Было очень интересно. Я рада за Еву, она как будто бы прошла реально огромный путь, трансформацию со своего первого выпуска, когда она была таким сорванцом. Мне понравилось. Буду ждать ваших комментариев, за кого вы болели, рады ли вы, что победила Ева, или хотели, чтобы выиграла Аманда, или Яя. Может быть, кто-то еще, на ваш взгляд, был достоин победы из выбывших ранее девушек. В общем, мне не терпится посмотреть. Кстати, кто-то смотрел этот сезон впервые и до этого не видел и не знал, кто победит, поэтому ваше мнение мне особенно интересно узнать. Как вам победа Евы? Странный сезон. Я рада, честно говоря, что он подошел к концу, потому что хочется уже дальше посмотреть более какие-то проработанные съемки и более проработанные сезоны. Этот был сыроват, он напомнил мне первый сезон, где было все очень сыро. Возможно, из-за того, что они меняли формат и нанимали какую-то команду специалистов, которая все стала делать по-другому, по сценарию и так далее. Но, тем не менее, я благодарна вам, что мы это посмотрели. Киса пришла к нам под конец. Мне было очень интересно всегда с вами все обсуждать, смотреть, что вы пишете в комментариях, какие-то факты о девушках. Я теперь буду их собирать, у меня уже все заскринино, и выдавать вам спецвыпуски. Надеюсь, вам понравилось вместе пересматривать этот сезон. Я надеюсь, что дальше мы продолжим вместе. Прощаюсь с вами ненадолго, увидимся в спецвыпуске, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить, и подписывайтесь на телеграм-канал, там будет вся информация. в телеграм в 12 часов дня, в воскресенье. Поэтому не пропустите. С вами была Юлия Месс. До новых встреч. Пока-пока.